Вчера рассказывала в своих сторисах о том, кем является Руслан. Руслан является юристом, экспертом в области медицинского и семейного права. Правильно я говорю, да? Да, совершенно верно. Руслан – папа, отец троих детей. То есть у нас сегодня будет очень много раздоворов о детях, поэтому как раз-таки Руслан еще и поделится своим опытом. Хорошо. Дальше. Значит, Руслан является правосущитником, сторонником естественных родов, свободного, право на выбор, право на свободное акушерство. Эту тему мы тоже сегодня затронем. На свободные роды, свободные выборы, свободное акушерство. Вот так сразу все. Да. Но свободные роды – это есть и выбор, и акушерство, и все. Да, я согласна. Эта тема, на самом деле, очень мне близка, и я думаю, что многим моим подписчикам тоже. Но я хочу начать с вопроса, пока все присоединяются, с такого момента вопроса, который волнует очень многих детей, очень многих мам, вернее, очень многих детей. Это медицинское вмешательство в саду и в школе. Потому что я знаю очень много случаев, когда без разрешения родителей, несмотря на то, что, например, есть определенные там уже отказы в саду от, допустим, прививок, ребенок приходит, ему поставили прививку, либо ребенок приходит из школы, ему просто на конвейере со всеми остальными детьми поставили, например, какую-то прививку, или что-то сделать, какое-то медицинское вмешательство было. Вот каким образом вести себя здесь родителям, вообще как подстраховаться, и какой порядок действий? Да, очень хороший вопрос. На самом деле родитель все-таки должен все время контролировать процесс, процессы, которые происходят в образовательном утверждении, потому что на самом деле действительно медсестра или медик, работающий при школе или при саде, может, так скажем, в конвейере, как вы правильно заметили, всех детей привить или поставить пробу манту, или прокапать какими-то препаратами, или еще что-то. Ну, обычно в рамках договора, устава, образовательное учреждение должно заранее родителей предупредить о тех или иных процессах, которые будут проходить в медицинском кабинете, и взять заранее добровольное согласие, желательно в этот же день, чтобы, так скажем, быть убежденным, ну, со стороны медицинской организации и образовательной организации, чтобы быть убежденным, что родитель был действительно согласен или отказ. Он изъявлял свой отказ от данной медицинской процедуры. Если же заранее берется за сутки или за два дня, то здесь я всегда говорю, что все-таки нарушается право родителя, потому что два дня назад он хотел, допустим, что-то, а через два дня он передумал. Естественно, медик, вмешиваясь в организм человека, неважно, совершеннолетнего или несовершеннолетнего, должен убедиться, что этот человек действительно согласен на эту медицинскую манипуляцию. Именно сейчас согласен или нет? Это, в принципе, обязывает и федеральные законы, ну и, естественно, этический кодекс врача, этический кодекс медсестры и так далее. А какой план действий, если вдруг приявили вашего ребенка или какие-то манипуляции проявили, ну, такого серьезного медицинского вмешательства? То есть, если медсестра просто ребенка осмотрела, допустим, на эпидикулез или там что-то вроде еще что-то, ну, как бы здесь просто можно поговорить с руководством образовательного учреждения и предупредить медсестру, что ай-яй-яй, давайте-ка поосторожнее, потому что я все-таки хочу контролировать процесс медицинского вмешательства в организм моего ребенка. А когда серьезные какие-то уже вмешательства произошли, ну, в моей практике были, когда пробмонту делали. Естественно, здесь, конечно, нужно получить копию карты в образовательном учреждении, где будет зафиксировано, да, что в организм ребенка вмешивались путем введения пробмонту, ну, или каких-то других веществ. Значит, убедиться, что в этой карте есть отказ от, ну, отказ или нет его, значит, или нет согласия на эту процедуру, что нет его, естественно, посмотреть, ваша ли подпись или нет, и обратиться в департамент образования, ну, в РАНО или в Министерство образования вашего региона или департамента, у каждого по разному регионе. Вот, и, естественно, обратиться в прокуратуру с жалобой о том, что была произведена медицинская манипуляция без согласия меня, без взятия письменного согласия или письменного отказа, при котором вы будете просить провести проверку, и в случае выявления, ну, на самом деле нарушение-то было, нужно просто, чтобы правоохранительные органы провели проверку и возбудили ответственность, ну, или возбудили какую-то ответственность, в зависимости, какая статья будет попадать в данном случае. Ну, в первую очередь, скорее всего, это оскорбление личности, 561 КОАП, потому что как-то без общения с родителями вдруг в ребенка вмешиваются, то есть это как-то некорректно. Вот, это уже оскорбление может быть, да? И, естественно, дальше уже в зависимости от того, навредило-то здоровье ребенка, не навредило, потому что психологический вред здоровью тоже, может быть, нанесет. Но здесь нужно тогда правильно, на мой взгляд, уже действовать с точки зрения уже других аспектов, то есть непосредственно обращаться к медикам для того, чтобы они провели какие-то свои диагностики, ну, с детей, может быть, провели психологические какие-то тестирования, не навредило ли это и так далее, и тому подобное, и уже получается заключение показывать правоохранительным органам или в частной жалобе, так скажем, в суд о том, что был нанесен моральный вред, может быть, и вред здоровью, с каким-то компенсацией какого-то вреда. Вот и все. Ну, опять же, лучше всегда контролировать процессы, которые происходят в образовательном учреждении, чтобы вот потом не собирать огромный пакет документов, чтобы доказывать, что вы родители, и что с вами нужно считаться и общаться. Ну, как постоянный контроль. Вы же ведете контроль ребенка, что он будет одевать сегодня, какая у него будет теплая кофточка в садике, не грязная ли она, да? То есть это обычная забота, но и забота в том числе, а что будет в саду сегодня? Вы же смотрите питание, что они будут сегодня здесь в саду, да? Обычно расписание. Значит, нужно, по-другому, общаться с воспитателями, какие-то процессы планируются в медицинской кабинете. Можно к заведующей часто. Ну, во всяком случае, в Москве всегда, у меня дети ходят в сад, поэтому всегда, ну, всегда меня спрашивают. То есть на откуп жена моя, моя любимая жена отдала эти процедуры мне. Она говорит, ты занимаешься медицинским правом, вот иди со своим товарищем по несчастью разговаривай. Хотя она сама у меня медик, но вот она... Ну, и поэтому воспитатели знают, что я их тоже защитил от Роспотребнадзора в свое время, и они теперь сами мне звонят, Руслан Николаевич, что пришли, что-то хотят от ваших детей. Придите, мы им все объясняем, они не понимают. Вот, так что вот приходится... Ну, мне проще, потому что я пришел и прям постучал колотушкой по голове, если что. Интересно. Спасибо огромное за ответ. А теперь вопрос. Этот вопрос мне тоже очень интересен. Я думаю, что многим сейчас, тем, кто особенно следит за историей, Светланы Кондрашкиной, да, мамы Светы, тоже этот вопрос будет интересен, поскольку многие родители сейчас в силу определенных причин отказываются, например, от животных продуктов или, например, от мяса. Ну, я имею в виду отказываются и, допустим, таким же образом воспитывают своих детей. Многие это делают по каким-то медицинским обстоятельствам, не обстоятельствам, вернее, причинам, так скажем, да, то есть по причинам, связанным с состоянием здоровья, например. Вот. Но, естественно, никто же напрямую у нас из врачей не пропишет справки, там, не ешьте мясо. То есть в основном родители каким-то образом приходят к этому самостоятельно, видят определенные результаты. Дело не только в мясе, очень часто это касается молочных продуктов, там, еще каких-то других. И вот сейчас, учитывая ту ситуацию, в которую попала как раз-таки Светлана Контрашкина, которая не кормила своего ребенка мясом, да, и там у нее были... То есть сейчас многие за этой историей следят, и многих, наверное, это тем волос, особенно тех, кто не кормит своих детей животными продуктами и считает, что это правильно. Вот каким образом вообще здесь... Просто я хочу сказать, что, например, я понимаю, что не обязательно об этом рассказывать врачу, да, допустим, но в целом, например, вот если вдруг вопросы такие возникают где-то, то есть как лучше поступать, как себя защитить, ребенка своего, если это наше право, и мы имеем право в соответствии со своими убеждениями воспитывать ребенка, соответственно, за его здоровье следить. Хороший вопрос. На самом деле, когда вы в сториз выложили эту часть, интересующуюся со стороны того, что я объяснил, я сразу вспомнил, что мой любимый орган – это органы петь и попечительства. Хотя я не людоед, но... Да, умею играть на людских нервах. На самом-то деле, вот сейчас есть информация от Светланы, что они с адвокатом допились, по-моему, суд назначил независимую экспертизу документов, на что, в принципе, когда только все началось, и Светлана и адвокаты со мной связывались, я на это и их подталкивал, чтобы была независимая экспертиза именно документов. И были ли выполнены все ли протоколы, в которые врач-педиатр и еще кто-то участвовал в процессе наблюдения за маленьким ребенком. С учетом, там полтора года, ребенок-то, по сути, прикорм... Прикорм я не врач, но все-таки знаю, потому что у меня трое детей. Прикорм начинается с шести месяцев, и он начинается очень аккуратно. Так же, как и выход из грудного скармливания тоже идет аккуратно и постепенно заменяется определенными продукциями. И в основном до года детей кормят пюрешками, фруктовыми, овощными, и чуть-чуть добавляют туда мясные какие-то вещи. Но это, опять же, по желанию родителям. Мамы в основном этим занимаются. И, конечно же, по вкусовому приоритету ребенка. Может, ребенок просто не воспринимал это мясо. У нас есть... Так как мы, родители, не лишены, не ограничены в родительских правах, до тех пор, пока суд не принял такое решение, то решение о том, чем будет питаться, в каком объеме будет употреблять те или иные продукты, а может быть и не будет употреблять эти продукты или какую-то группу продуктов, это все-таки дается на откуп родителю. С учетом того, что нужно понимать, опять же, родителей, вы как, скажем, я посмотрел ваш блог, вы, Ольга, занимаетесь... Правильно? Веганство, да? Правильно? Да, растительное питание. Растительное питание, то все-таки тогда нужно еще понимать, какие нужно смотреть показатели в состоянии здоровья ребенка при обращении к врачам, допустим, B12, да, чтобы понимать, хватает ли, так скажем, растительного белка, заменяющий животный белок, чтобы развитие организма ребенка шло в полной мере физиологически стабильно. Вот. Поэтому, конечно, здесь тоже пренебрегать медицины не стоит, я всегда об этом говорю. Медицина не для этого развивалась, какие-то аспекты, конечно, могут, так сказать, подкорректировать наше с вами состояние здоровья или наших детей. Но, опять же, тоже слепо верить медицине тоже не стоит. Нужно везде иметь здравый смысл, разумность и так далее. Что говорить про питание? Вот вы выбрали питание, вы его кормите. Сказать, что вы нарушаете права ребенка на употребление мясом, это настолько некорректно, неэтично и глупо, потому что, по моей практике, когда органы опеки врывались в квартиру и начинали предъявлять претензии родителям, что у вас нету вот этого, у вас нету то, а их, кстати, позиция сразу залезть в холодильник, посмотреть, а что там есть. А где написано, в каком законодательстве, что вообще должен быть холодильник, да, я всегда так говорю. Где написано? Или где написано, в каком законодательстве указано, что должны быть обои на стене, или что у ребенка именно должна кровать быть. Да, то есть в зависимости от возраста ребенка понятно, что у него своя кровать должна быть, а может быть, он любит спать не на кровати, а на дутом матрасе, матрас все убирают, и комната настолько свободна, что ребенок может прыгать, сальто делать и так далее. Это, так сказать, это культурный быт и семейный быт человека. Не стоит говорить, что если все общество живет с обоями, значит, извините, только с белой туалетной бумагой и только с мясом, это не значит, что мы должны все этому подчиняться. Ну, здравый смысл должен существовать. Я знаю огромное количество людей, семей, которые питаются по-разному, которые не употребляют, допустим, мясо, но едят рыбу. Или не едят вообще ни рыбу, ни мясо, но едят достаточно объемное количество возможных этих всяких, так скажем, ну, естественных продуктов, как это, нотурал фуд, да? Да. Значит, и достаточно развитый, не вижу, вот по внешнему виду, хоть я и не врач, но я не вижу, что ребенок там страдает анорексией. Понятно, чтобы привлечь родителя, так скажем, к ответственности за неисполнение надлежащего исполнения родительских обязанностей, нужно иметь на руках диагноз соответствующего характера, при котором, допустим, была уже попытка родителю сказать, что у вас у ребенка анорексия, да, что он, тогда его нужно лечить, либо у психиатра лечить, потому что это может быть спровоцировано, да, каким-то сдвигом в мозгу, что-то человек просто не кушает, вот, либо действительно с какими-то другими аспектами, которые, медицинского характера, которые действительно требуют уже лечения стационарного характера. Тогда это другой вопрос. А если вы приходите к врачу, врачом все хорошо, у него нет таких претензий к вам, но вдруг вы, но вдруг вы спрашиваете, но вдруг вы говорите, даже если вы сказали ему о том, что вы, значит, пандемия нас всех свела с ума, люди по встречке ездят, ужас, конечно, я поэтому в шоке был, там на меня летит, думаю, так, ну ладно, отвлеклись. Значит, если вдруг вы сообщили о том, что вы не едите мясо, у врача не должна быть паника, он должен конструктивно подойти к этому вопросу и просто родителю объяснить некоторые моменты, а вы пробовали давать мясо, да, ребенок не хочет есть, да, то есть, как бы нормально пообщаться, напомнить, у врача задача напомнить родителю о том, чем полезна белковая пища, да, какие можно быть, может быть, врач должен был тоже быть подкованный, во всех смыслах должен быть, особенно педиатр или терапевт, это же, так скажем, врач общей практики, все-таки он должен, так скажем, не сразу рубить с плеча в органы опеки, ПДН, и там во все службы, которые можно там, как так, это ваше представление, да, что дети должны есть мясо, а вот этого родителя, нет этого представления, может, им завелось так, по культурному и семейному быту, есть только, так скажем, вот растительную пищу, тогда врач должен быть подкованный, говорить, давайте так попробуйте заменить, какие вы едите там продукты, которые задержат белок, да, так, так и тому подобное, то есть пообщаться, но это корректность, это правильно, и это этично, а когда вы пришли к врачу и сообщили, что вы рожаете дома, а и вдруг к вам приходят, вы еще не родили, и к вам приходят, вдруг звонят органы ПДН, даже мне становится смешно, мы начинаем ржать, то есть, ну, я извиняюсь за выражение, но мы начинаем реально ржать, причем родители, женщины в период беременности, она вообще в панике, как-то, какие органы опеки, у меня еще детей нету, да, и когда она начинает со мной общаться, мы начинаем, я ее ввожу на определенные разговоры, там все обсуждаем, потом начинаем смеяться, и вдруг на следующий день к ней приходят органы ПДН, мы открываем дверь, и просто она набирает меня, мы включаем, а, и мы опять начинаем вспоминать наш разговор и смеяться, и органы ПДН не понимают, а почему мы смеемся, мы объясняем, уважаемые, вам сообщили о том, о том факте, который вас вообще должен был ввести тоже в смех, и сказать, уважаемый доктор, когда родится ребенок, тогда обратитесь ко мне в случае, если будет прямая угроза жизни и здоровья, но в законе указано непосредственное, так скажем, непосредственно, а основание, когда есть основание полагать, что есть правонарушение в отношении человека, то есть, и там, кстати, все-таки он может обратиться в органы МВД, но основание полагать там регламентируется, когда, и все-таки, это когда ножевой огнестрел, когда это истязание, когда это половая неприкосновенность в отношении совершеннолетних и так далее, и тому подобное, но никак не то, что ребенок рожден дома, или то, что ребенок не ест мясо, опять же, если врач пытается сказать, что нет, вы должны кормить мясом, где написано, что вы должны это делать, в семейном корпусе, в 54-й статье четко указано, что ребенок имеет право на воспитание в семье, на проживание с родителем, на их заботу, на их воспитание, в Конституции заложено в 60-й статье, что пока гражданину не стало, в 60-й статье написано четко, что гражданин может исполнять свои права и обязанности по достижению ему 18 лет. Это о чем говорит? Эта статья раскрывает огромный логический смысл. То есть если человеку, ребенку нет 18 лет, то у него должен быть мама или папа, то есть родители. Значит, если они есть, значит, все права и обязанности исполняют они. Нету, сейчас я закрою окна, то тоже пошел. Сейчас, секунду. Я хочу, пока вы закрываете окна, хочу заметить, что, к сожалению, практика показывает, что врачи, которые узнают о том, что, например, ребенок не ест мясо по каким-то причинам, пусть даже по собственному нежеланию его есть, на самом деле очень многие дети, они просто отказываются от мяса. И хотя медицинские сотрудники рекомендуют вводить прикорм именно мясом, по-моему, с 9 месяцев, если я не ошибаюсь, как бы в этом возрасте, ну, практически никто из детей мясо не ест. То есть они, ну, это просто, видимо, настолько, может быть, не физиологично для ребенка все-таки в таком возрасте, но мне так кажется. И судя по огромному опыту разных там исследований, которые, тем, на опыту врачей, которые вообще растительное питание изучают и пропагандируют, в мире их очень много сейчас, в США их очень много, например, которые пишут об этом, книги, исследования, действительно, видимо, это не совсем, может быть, фидеологично, в таком возрасте ребенок отказывается очень часто, дети вообще в таком возрасте отказываются от мяса. Поэтому то, что там полтора года ребенок его не ест, это вообще не должно, мне кажется, никого смущать. И по поводу врачей, которые узнают о том, что ребенок мяса нет, к сожалению, сказать о том, что там, а давайте-ка мы с вами посмотрим, какие есть растительные продукты, богатые белком, а их огромное множество, которые можно уже ребенку вводить, начиная там даже с 8 месяцев и так далее, и так далее, которые полноценно имеют аминокислотный набор, а это и есть белок, по сути, витаминов полный и прочее, и прочее, то есть все это есть, но, к сожалению, врачи действительно в основном, хоть это даже пусть будут современные специалисты, я имею в виду молодые педиатры, об этом, к сожалению, они не знают, в основном не знают, только если он сам, может быть, там по каким-то своим, я не знаю, интересу своему не стал изучать эту тему как-то дополнительно. И, к сожалению, в основном такие глаза у врачей, когда они узнают о том, что ребенок мясо не ест. И вместо того, чтобы действительно направить маму, например, хотя бы диетологу, там, нутрициологу, чтобы просто вот, исходя из заботы, раз ты сам не знаешь, ну, тогда, по крайней мере, покажи, куда идти. Такого тоже, ну, я не знаю, это может быть в каких-то суперплатных клиниках бывает такое, но вот в бесплатных поликлиниках этого нет практически. Ну, Ольга, здесь тоже ошибочка, что значит бесплатная поликлиника в Российской Федерации, это ОМС, мы все-таки своими налогами этот ОМС содержим. Да. Это очень немаленький сегмент, так сказать, оседленнований денежных бюджетных плеваний, которые развивают, ну, так скажем, развивают этот вид медицинской помощи, поэтому, понимаете, мы же ходим, ну, грубо говоря, там, ну, взрослые очень редко ходят, если все хорошо, с ребенком мы тоже ходим только по неопределенным, но по определенным каким-то нужным, когда требуется помощь врача, то есть это тоже может быть один раз, ну, три раза, там, ну, хорошо, раз в месяц, да, а даже если там первые полгода мы ходим часто, а потом мы начинаем ходить только по потребованию, по требованию, то, по сути, сколько бюджетных денег уходит-то на эту медицину, а мы лишь, по сути, ну, я хочу сказать, что мы уже давно все переплатили за свою вот эту медицину бесплатную, просто здесь, наверное, нужно исходить из того, что не то, что врач, не знаю, может быть, знает, но у него нету желания вести диалог с каждым из родителей, я их тоже немножко понимаю, врачам там дают по 12 минут на пациента, это вообще полный бред, потому что ты просто не сможешь нормально оценить состояние человека, ребенка, тем более, что каждая мама может прийти с одним вопросом, а вторая мама может прийти, извините, с 30 вопросами по той же тематике, ну, грубо говоря, да, и, естественно, ответить вот так вот однозначно за 12 минут врач не сможет, во-первых, ему же нужно что-то все время писать и на компьютере, и на бумажке, вот, и, конечно же, я всегда говорю так, что если вы чувствуете, что ваш педиатр вас не понимает, не слышит, а важно, чтобы врач все-таки слышал своего пациента, когда он будет слышать, не слушать, а слышать, потому что слушает, а сюда влетел, отсюда вылетело, а когда он слышит, когда он воспринимает эту информацию и пытается с вами войти в контакт, в диалог, пускай не дружески, это не нужно, но в профессиональный диалог, чтобы объяснить родителю такую-такую-такую-то позицию. И были случаи, когда какие-то показатели у ребенка при питании без животного вилка, ну, или вообще без употребления животного, так сказать, продукта животного происхождения, врач, так сказать, давал советы определенного характера для того, чтобы все-таки мама немножко там перепоменялась в курсе. Но это очень редко бывает. Вот если вы правильно сказали, когда врач действительно, может быть, сам имеет какие-то понимания в этом направлении, в вегетарианстве, и он может дать какой-то дельный совет, который, допустим, скажет, мама, ну, подавайте ребенку неделю вареное яйцо. Вот это как бы, да, там может быть не желток, но белок. Да, то есть, в принципе, как бы, ну, чтобы скорректировать, потому что он тоже видит показатели там по каким-то анализам у ребенка, и он тоже, может быть, сомневается, а вдруг неправильно. Давайте поменяем по питанию, посмотрим, какие показатели. Если все хорошо, ну, тогда вам дам график там, чтобы вы там скорректировали. То есть, это вот, это вот, как я уже сказал, это правильный подход, диалог с родителем. паниковать, создавать, создавать, во-первых, стресс не только родителям, да, но и, извините, ребенку, и пришли какие-то неизвестные тетки, шесть человек, да, ну, обычные женщины, я их тетками называю, но женщины, ладно, вот, в квартиру, какую-то проверку проводят, с чего, с какого цели. Оказывается, какой-то врач там сообщил, что вот мама там не ходит с ребенком или не делает прививки, как активно очень сейчас эта тема обсуждается, кстати, здесь я прочитал вопрос о том, что правомерно ли поликлиника отдает медицинскую карту на какую-то комиссию, когда мама отказывается от прививки. Я хотела тоже его прочитать. Да, но вы, пока вы там вещали, я просто его прочитаю. Понимаете, здесь, что делает поликлиника с вашими картами? Да все равно. Вот честно, вот я руку на сердце кладу, да пускай они хоть семь раз вызовут комиссию и семь раз эту вашу карту перелопатят. Лишним не будет, может быть кто-то из руководства скажет, слушай, а ты вот не сделала вот это, ты протокол нарушила, вот так ты должна. То есть кто-то может что-то улечить из-за того же педиатра, который вдруг возгласился, что родители не делают прививку. Просто вы сами не ходите на этой комиссии. Не надо ходить к ним, потому что эта комиссия, она необоснованная. Вот у нас вот все, дожди, дожди. Значит, комиссия необоснованная. Почему? Потому что право на отказ в Российской Федерации на прививку существует, заложено в федеральном законе 157. Вы отказались, отказ приложен. Запомните, обновлять каждый год отказы не нужно, это полная бессмысленница, потому что закон четко указывает, что... Не нужно, не нужно. Я каждый год пишу. Но в законе не указано, что мы должны обновлять отказы. Понимаете? Если вы отказались от БЦЖ, пока вы не дали согласия, данный отказ в прикрепленной карте будет носить юридическую силу. Все. Зачем обновлять? Ну, это вот уловка. Они себе так прикрывают свои вот эти все дела. Типа, вот мы... То есть, если есть отказ в этом году, значит, я предлагал родителям прививку. Отстаньте от меня мое руководство. Ну, наверное, скорее всего, из этого умысла. Понятно, что несложно написать, но и не нужно провоцировать на изменение законодательства. Наши лишние телодвижения, которые не заложены в законе, это лишний повод дать законодателям изменить законодательство не в пользу нас, родителям. Вот в чем еще важно знать. То есть, если мы не открываем органам опеки дверь, мы пользуемся чем? В первую очередь конституционным правом. Право на частную, семейную, личную жизнь и на право на жилище неприкосновенность жилища. Основания для того, чтобы они прийти. То есть, основания, чтобы открыть дверь, нету. Во-первых, я всегда говорю, а как вы можете убедиться, даже если они предоставляют удостоверение, что именно этот орган опеки и попечистства является действительно, то есть, эти сотрудники являются именно сотрудниками того органа, который они представляют. Мы этого проверить не можем. Вот. А если бы они присылали зам заранее какое-то уведомление, вот другой вопрос. Мы могли по фамилиям посмотреть. Ага. В вашем уведомлении фамилия фигурирует. Ну, давайте, паспорт еще покажите, чтобы я сверил, что это вы. А, суверение, можно в Москве сделать за 250 рублей и плюс печать, 150. Ну, 500 рублей потратишь, у тебя будет фальшивая ксива. Ну, примерно, да? Вот. Хотя, это не стоит делать, потому что это уже изготовление, незаконное изготовление или подделка документов. Это не нужно. Да. Я смотрела ваш эфир как раз. Я почему не задаю вопрос про опеку, про органы опеки. Хотела сказать, чтобы этот вопрос здесь был у меня, но я смотрела ваш эфир на эту тему. Поэтому, ребят, кому интересно поводу того, что делать, если к вам пришли органы опеки, у Руслана есть очень классный эфир на IGTV. Он как раз рассказывает на примере одного фильма и там очень подробно разбирает, где нарушения, где ошибки того, кому пришли, то есть родителя и ошибки органов опеки. Там очень подробно. Посмотрите, пожалуйста, что мы можем. И я помню, там говорили, что помимо удостоверения нужно еще, чтобы они обязательно предъявили какой-то доверенность. Но опять же, доверенность, это один из важнейших, наверное, нужных вещей, чтобы понимать, с кем вы реально разговариваете и к какому органу потом вы можете обратиться с жалобой на действия их сотрудников. Мы всегда говорим, что если к вам пришли, не значая гостя, не открываем дверь, просим прислать письменные уведомления и всегда говорим, что без нашего юриста или адвоката мы с вами диалог на это, на вообще разговаривать не будем. Вот пока мы адвоката не пригласим сюда на беседу, мы с вами беседовать не будем, потому что вы имеете право в рамках 45-й статьи Конституции любым законным себя способом защищать, в том числе и на адвокатскую защиту. Каким образом вы себя можете защитить, если вы реально занимаетесь какими-то другими вопросами и вопрос права у вас никогда не стоял. И я могу сразу сказать, что большинство, да не большинство, почти все граждане нашей страны полный ноль в знании своих права, к сожалению. И поэтому подключайте юристов, адвокатов, которые в основном в семейном праве могут вас профессионально вести и защитить. Не потому что я там пытаюсь сказать, что дайте заработать адвокатам и юристам. Просто иногда были случаи в моей практике, когда родители сами пытались себя защитить, натворили, я в кавычках говорю, натворили чудес, а потом естественно подключали специалистов, то есть меня. И мы потом разбирали это. И благодаря то, что они как бы вовремя остановились, мы там какие-то вопросы решили сразу. Ну, в течение какого-то времени, но решили. Но все же был случай в Крыму в 2014 году, как только вступил этот регион в наше владение, так скажем, Российской Федерации. Хорошо, там сотрудники полиции сутки держали оборону вокруг квартиры, потому что родители сообразили, не открыли дверь, основания войти в квартиру не было, но они пытались таким образом, что сделать, выудить, знаете, как это, наживку выудить, мы их тогда ворвемся в квартиру. Но родители сообразили, вовремя там нашли мои контакты и через балкон я вел прямой диалог с начальником отдела, потребовали, чтобы приехал начальник, потому что мы звонили в 112 и сообщали события и говорили, что уже сутки держат нас вне воли, а это, извините, сотрудники полиции вообще не имеют права это делать. Тогда просьба вызвать на старшего группы или командира взвода, кто там был, чтобы прояснить ситуацию в связи с тем, что и когда, так скажем, с балкона было все это произнесено, и когда я сказал, что ребята, я являюсь уже свидетелем событий, если мы сейчас начнем разбирательство, то я везде буду ставить свою фамилию, подпись, что я был свидетелем, я подтвержу. А у нас свидетелем всегда является ключевой фигурой во всех разбирательствах. Ну, если его не уберут. И, естественно, значит, там буквально через пять минут все разъехали, все, и вот к семье больше никто не приставал. Надо там, потому что не нужно геройствовать, как говорят, если вам вдруг террорист взял в заложники автобус с автоматом, не нужно геройствовать, лягте на пол и ждите помощь. Так и здесь. Не нужно себя корчить героя, если вы чувствуете, что вы не понимаете, или вы понимаете, что вы не сможете себя защитить, просто тогда ищите адвоката или юрист, который готов защитить вас и представить ваши интересы. Это будет продуктивно, правильно, это будет в пользу ваших же детей, чтобы вас их просто так не отняли, как отняли вот пять детей, где там вот недавно просто отняли селку. Я видела у вас видео. У беременной женщины. И сейчас, сегодня, пока мы с вами в эфире будем, на Первом канале будут обсуждать эту тему. Боже мой, значит, ну хорошо, хоть дошли до Первого канала, может быть, действительно, там вернут детей и органы, не знаю, накажут органы опеки и судебных приставов, и тех полицейских, которые, так скажем, нарушили право вообще переступить порог квартиры без согласия, человека, потому что там не было решения, я понял, не было решения суда об ограничении родительских прав. А семья всего что сделала? Она обратилась за помощью, чтобы ей улучшили жилищные условия в рамках Конституции, закона жилищного законодательства. И тут вдруг здравствуйте, я ваша тетя. Ну вот этого допускать не стоит. Конечно же. Конечно же. Я смотрела это видео, это страшно, конечно. Конечно страшно. Как там все происходило. И конечно здесь нужно... А, да, я хотела продолжить. Знаете, как раз, мне интересно еще по поводу, раз уж мы заговорили про поликлинику, тут вы тоже задают вопросы, по поводу электронных карт, которые, на которые сейчас переходят, я так понимаю, что во многих поликлиниках все эти карты сейчас будут храниться в электронном виде. Насколько это, ну как бы, волнительно, так скажем, должно быть для родителя, насколько родитель имеет право ввести карту ребенка в бумажном виде, насколько вообще его право хранить эту карту дома и так далее, и так далее. То есть чтобы эти данные, как говорят, не сливались там куда-то в какую-то базу по детям и прочее, прочее. Вот это вот, насколько это вообще реальность, миф и прочее. Я много на эту тему слышала, и вот интересно ваше. Мое мнение такое, не нужно строить каких-то фантазий по вопросу каких-то сливаний информации куда-то там вне. Ну, на самом деле, когда вы получаете сейчас свидетельство о рождении на ребенка, так открою вам завесу вашего заблуждения, уже ребенка вносят в единый реестр. Ребенок попадает в ПФР, в налоговую службу, в базу МВД и так далее, и тому подобное. Он уже везде фигурирует. Потому что, когда вы потом после свидетельства рождения приходите в МФЦ или там паспортный стол и получаете форму, ну, 8, то есть регистрируете ребенка по месту жительства, вам, кроме как заявления свидетельства рождения, больше ничего приложить не нужно. Прикладывать. Там вам выписка из домовой книги, да, нужно. И все. А дальше вся информация они получают из той базы, где этот ребенок зафиксирован. Они проверяют свидетельство рождения, если оно подтверждается, они делают запрос в МВД, МВД делают запрос проверки ваших данных, где вы зарегистрированы, и регистрируют ребенка по месту жительства отца или матери, в зависимости, куда родители решили зарегистрировать. Все. Хорошо, медицинская карта. Давайте начнем с того, что если вы не подпишете бумагу, где будет написано, что вы согласны на электронную карту, то этой электронной карты не будет. Будет бумажная карта. Но бумажную карту мы не можем получить на руки, потому что это, так скажем, в кавычках собственность медицинской организации, потому что есть приказы Минздрава, которые регулируют вопрос формирования и создания медицинской карты. И ее архивирование в случае, если она, значит, если больше не оказывается в этой помощи, в этой поликлинике или в этой больнице медицинская помощь. То есть, они имеют право собрать карту домой? Да? То есть, я просто читала, что якобы я должен это сделать. Вы можете попросить перевести карту из одной медицинской организации в другую, но только если вы будете понимать, что вы, допустим, переезжаете из одного региона в другой, и больше в этом регионе не будете находиться, и то они себе оставят ту часть карты, которая, так скажем, будет держать минимальную информацию, все остальное они могут по специальному заявлению передать в другую поликлинику, хотя они это практически не делают, там вам новую зарядную карту, и в принципе это и правильно, но вы можете получить карту, копию карты, заверенную надлежащим образом, для себя, вот, или выписку из карты, но я говорю так, чтобы вам было проще, вот, вы бросите копию карты, заверенную надлежащим образом, что это такое, это просто копируется вся карта, прошнуровывается, пронумеровывается, заверяется печать, каждая страница пишется копия верна, заверяется печать организации и должностным лицом, который имеет право ставить код, где написано на штемпеле, там, прошнурованно, пронумерованно, я там, сколько страниц, такой-то, такой-то, печать организации, это будет уже документ, это уже будет не ксерокопия, а копия, то есть заверенный документ, а дальше, как каждое посещение врача, вы можете просить выписку из карты, когда вы посетили, вот, вы посетили врача, дайте мне выписку, посещение меня вас, и он обязан распечатать, заверить и дать, и вы уже эту выписку приложите таким образом у вас будет уже собран определенный пакет документов, но, если вы сейчас будете запрашивать карту, то помните, что карту будут переписывать. Спасибо большое. Теперь у меня вопрос, так, по поводу родов, сейчас, конечно, очень многих волнует этот вопрос, по поводу родов и того, что если вдруг маму с ребенком разлучают в роддоме, по причине того, что, допустим, делали тест на ковид, и он, как сами вы знаете, что он даже у папайи, у козла и у машинного масла он показывает положительный результат, то есть, соответственно, как бы вероятность очень большая. Я поправлю, машинный, нефтяной продукт, мы не слышали, да, проводили такие тесты, в общем, короче, делали тест на ковид, у козла, папайи, машинного масла, в общем, они показали положительный результат. Так вот, вопрос вообще на тесты, да. К нос, да, правильно? А, я думал, ПЦР, но. Нос. Нет, пациент, раз в нос. Вообще, насколько имеет право роженица отказаться от этого медицинского вмешательства, насколько она имеет право защитить от него ребенка, потому что сейчас, конечно же, роддома начинают активно очень этой темой пользоваться и пытаются себя тоже каким-то там образом типа обезопасить, я не знаю, что им там спускают, какие планы действий, там, руководство и прочее. То есть, каким образом сейчас рожениц вообще в такое нелегкое время отправляться в роддом со спокойной душой? Спокойной душой эта женщина должна рожать дома. Я согласна. Она, к сожалению, не сможет родиться. Я согласна, абсолютно. Более спокойно. Почему? Потому что в любом случае, даже если она рожает второго ребенка, она приезжает в незнакомое место, даже если это знакомое место, она может не знает там, рожает там через три года второго ребенка, и там, может быть, сменился руководство, сменился персонал, и все равно у нее есть свой внутренний стресс, который дает организм в процессе, так скажем, начала родовой деятельности, его никуда не деть, а с приездом в медицинскую организацию этот стресс увеличивается в разы. Поэтому женщина может, в принципе, растеряться даже в простых элементарных вещах, где в обычной жизни она, может быть, на пушечный выстрел бы не подошла к этим процессам, да, и не допустила бы. Поэтому здесь нужно ей просто понимать, что она, во-первых, должна читать, что она подписывает, потому что все-таки женщина, поступая в роды, она находится в сознании. Ну да, у нее организм загружен работой, она рожает, это понятно, но нужно так сейчас понимать, что от того, что вы подпишете, тем и будут вас потом шантажировать, то есть женщины. Поэтому вы сказали, вы спросили, может ли она отказаться? Конечно, может. Это медицинское вмешательство, это обычное предложение врача пройти тестирование на COVID-19 с дешевым, с дешевым таким трюком, как латентная форма. Просто запомните, что у врачей любое заболевание может быть латентное, но это субъективно их мнение. А по федеральному закону латентной форме нигде не прописано, что такое-то заболевание может иметь латентную форму, но гражданин не должен вести себя так. Нету этого. Тем более, что это новая коронавирусная инфекция, только сейчас формируется база санитарных правил, рекомендации Минздрава, рекомендации Роспотребнадзора и так далее и тому подобное. Но федеральный закон как стоял на месте, так он и стоит. И поэтому статья закона об охране здоровья граждан 20-ая четко говорит, что любое медицинское вмешательство и вообще предмет к вмешательству должен быть дача добровольного согласия, граждане. Единственное, что законы указывают, когда гражданин должен проходить обязанность проходить тестирование, обязательное тестирование или обязательное, как это вам сказать, диагностики. Диагностики, да. Только в том случае, когда есть существующее заболевание не по тесту, не по диагностике, а по клинической симптоматике. Все. То есть женщина, если ей в женской консультации не поставили диагноза, что она имеет подозрение ковид-19 или имеет реальный диагноз ковид-19, не оформили экстренное извещение, а у меня тоже это видео есть в IGTV, значит, все, у нее обязанность не появилась. И поэтому она может сказать, окей, я ваше предложение услышал, я ваше медицинское утверждение отказываюсь от него, пройду в другом. Я сюда приехала рожать, а не ковид-19 выявлять. Все. Это корректно, это правильно. Ну и, конечно, вы смотрите, какие бумаги вы подписываете. Тогда, естественно, у вас будет, так скажем, если сомневаетесь в какой-то бумаге, звоните юристам, да? Если не сомневаетесь, то понимаете, что там нет какого-то подвоха с этим вирусом или с этим тестом. Тогда подписывайте. Вот. Вы можете самостоятельно свой отказ написать, что отказываюсь, я такая-такая, это как пациент отказываюсь от прохождения тестированной COVID-19 и на всем протяжении оказания медицинской помощи и после рождения моего ребенка в том числе. Потому что только женщина родила, она сразу автоматически стала родителем. А значит, все вмешательства в организм ребенка встревают, ну, то есть, проникают, то есть, все встревания в организм ребенка происходят только в согласии родителей. только в тех случаях, когда нельзя, так сказать, когда женщина не сможет высказать свою волю изъявления, то есть, она находится в реанимации, там, сама она ИВЛ или там, может быть, там лежит, встать не может, или может, чисто физически не может высказать свое какое-то вот это волеизъявление отказ или согласие, тогда у нас, что консилиум собирается в рамках закона об охране здоровья граждан, и консилиум принимает решение. Ну, консилиум очень строгая обязанность, она должна зафиксировать тот документ, то есть, вот этот акт консилиума, почему был консилиум, что принято, какие были назначены там вмешательства, для чего, с какой целью, что, и потом, если вдруг ребенку это навредило, мы этот акт консилиум можем предъявить как доказательство, что врачи неверно выбрали, но это, опять же, экспертиза там и так далее, и тому подобное, определяет, верно ли бы была выбрана тактика лечения, тактика наблюдения за новорожденным, тактика применения медикаментозного вмешательства, группа медикаментозного вмешательства, взаимосвязи и так далее, и тому подобное, так же, как и с родами. Правильно выбрана тактика родов, введение родов и так далее, применение, значит, уритонических средств и так далее, медикаментозных каких-то других препаратов и так далее, и тому подобное. То есть, огромный там целый спектр вот этих всех тонкостей, но поступая в роддом, женщина четко должна помнить, что она не обязана делать этот тест на COVID-19, если у нее нет выявленного диагноза, то есть в самом роддоме могут выявить, либо в женской консультации, и нет оформленного экстремизвещения. Но тогда она не должна в роддом попадать, потому что если у нее существующие заболевания, и ей поставили этот диагноз и оформили экстремизвещение, она обязана быть изолирована в инфекционное отделение изначально, сразу же. То есть врач ей должен изначально дать направление в инфекционную больницу, сразу же причем, либо при поступлении, либо это в женской консультации, потому что тогда у врача появляется прямая обязанность, у того, кто выявил подозрение по клиническим симптомам, и, естественно, у женщины появляется обязанность. А без этого, ребята, мы улыбаемся и Машем, но к нам не подходите с такими дешевыми трюками. Это, пожалуйста, вот кто согласен. Ну, конечно, здравый смысл должен быть всегда, я об этом тоже говорю. Если вы считаете необходимым пройти тест, ну проходите тест, да. Опять же, если прошли тест, и он показал отрицательный результат, ну тогда какие могут быть претензии, чтобы вам еще сделать тест? Отрицательный тест, все, ребята, либо вы мне пишете опять диагноз и оформляете экстренное извещение уже по тестированию, либо вы ко мне не пристаете и вы писаете. Поэтому сегодня последний, вот это последний мой пост, он об этом и говорил, что вот, пожалуйста, из-за этих процессов в разных, вот в трех случаях, последний это питерский, самый интересный был случай, когда просто заведующая родильным отделением решила со мной еще пообщаться, ну как бы понять, а права ли она, что она женщину заставляет выписаться из роддома, а ребенка перевести в другой стационар, потому что у женщины по ПЦРу были показатели вот этого иммуноглобулина группы М чуть выше показателя, чем там по нормативу, хотя там был 1,5 по-моему, а 1,7 там разница, по-моему, 2 единицы, по-моему, это уже риск, а все остальное более-менее, ну так я не спец, поэтому нужно смотреть документы, как, что они регулируют, но они пытались вот так таким образом надавить женщину, и только когда женщина подключила меня, получилось, что женщина выписалась с ребенком, и, конечно, там посыпались тысячи угроз, это, знаете, как это, когда там не дал цыгану денежку или там цыганке деньги, она там тебя проклятит, вот главное, скажем, улыбнуться и там, или ты дал, но мало, и она тебе там проклятие не шлет, такое было в моей жизни, вот, главное, улыбнуться и не оборачиваясь, уйти дальше и не слушать то, что она говорит, ну, человек просто расстроился. То же самое здесь было, там, как женщина выразила, что было, ну, по-моему, это там даже написано было в этом, в сторис, о, не в сторис, а в карусели вот там я оставил это, что там посыпались вот эти все угрозы, но это уже от бесысходности от того, что они не сломали женщину, и женщина покорно не подчинилась. Ну, и я не понимаю, почему врачи молчат, кстати, этот вопрос очень часто задают в моей ленте в том числе, я сам этот вопрос не могу на этот вопрос отдать ответа, но понимаю врачей, потому что жена сама медик, и она поэтому, так скажем, к этому вопросу немного лояльно относится, но мы иногда на кухне, ну, так, скорректно, но входим, значит, не входим, а устраиваем баталии, она со стороны медицины, а я со стороны обычного гражданина пациента и еще юриста, который защищает права пациента. И вот, ну, очень дельные у нас получаются разговоры, каким-то мы приходим консенсусом, естественно, а где-то она мне даже помогает, когда я готовлюсь к каким-то презентациям, к конференциям, вот, это тоже помогает. Так что жить с медикой тоже очень здорово, но все-таки к этому вопросу, пока она была студенткой, я уже занимался защитой прав пациентов, поэтому у меня опыта чуть больше, чем ее рабочие процессы. Ну, она у меня умничка, поэтому... Да, я хотела сказать, классно, к вашей жене не страшно попасть, если что. Ну, она... Ну, не страшно, конечно, я уверен, что она сделает все, ну, потому что был случай с младшей дочкой, средней, значит, со средней, не младшей, средней, когда я это рассказывал в одном из эфиров, значит, это вот как учат в медицинском и как человек относится к медицине, значит, ну, дочка взяла конфету, ей было 5 лет, что ли, или 4 года, не помню, и она ела конфеты над сосалку какую-то там в леденец, вот, и я стоял 7 шагов, это мы потом посчитали, я 7 шагов стоял от нее, а жена стояла полтора шага, но она стояла спиной, жена, а я стоял, видел, и я, ну, как повернулся, смотрю, она в это время ее, видно, заклотнула конфеты, конфета попала в дыхалку, и я просто и говорю, а, и вы, ну, это нужно видеть, реакция медика, она повернулась, она клиническую оценку сделала просто буквально там на полсекунды, подбежала, гопс, и конфета выскочила, то есть еще только бежал бы, потому что на самом деле 7 шагов, ну, нужно сделать что-то, то есть, конечно, если бы никого не был, я бы сам все это сделал, ну, то есть, ну, вот ее реакция, она сообразила, что так, раз я там просто кричу, Женя, ну, просто вот дочку Женю зовут, она поняла, что, значит, в голове промелькнуло, что конфеты, скорее всего, и она уже сделала правильное решение, вот, ну, она вообще хотела быть хирургом, но в связи с тем, что у нее свое определенное отношение было к этому вопросу, она не пошла в хирургию, вот, но, может быть, я повлиял, потому что по 8 часов я бы хотел видеть дома ее, а не за тем самым столом, вот, поэтому, конечно же, медики, это, конечно, ну, те, которые учились хорошо, они, конечно, профессионалы, старые косяки, мегапрофессионалы, конечно, их вот это подгон к работе с пациентами, конечно, может быть, они пропускают, что родитель там выбрал питание не мяса, а овощи, и это их, может быть, так сказать, опечаливает, они совершают какие-то вот такие, такие вот, ну, я не сказал, что это неправильные поступки, но неверные шаги в отношении таких родителей, вот, ну, что могу сделать? Вот, у нас просто, мы должны быть грамотно образованы, так скажем быть, да, зрелыми в своих правах, вот, ну, естественно, когда моя жена выкидывала старые тетрадки, она мне дает тетрадку по какой-то биохимии или еще что-то, говорит, выкинуть или не выкинуть, я так листаю, смотрю, там какой-то орган нарисован, это сейчас я вам говорю, нарисован, а тогда я не понял, что это, я говорю, где такую красивую наклейку взяла? Она говорит, ты внимательно-то погляди, я смотрю, а это все цветными ручками нарисован этот орган, и я только тогда понял, что вот если бы я был профессором медицины, я бы сразу ей доктора медицинских наук дал, потому что вот так она вникала в суть медицины доскомально, и так каждый медик, будущий медик должен учиться, на мой взгляд. Да, я согласна, да. Здорово. Спасибо за рассказ, очень интересно. Вот как раз спрашивают по поводу поликлиники вообще, может ли, вправе ли родитель не обращаться вообще в обычную поликлинику, вот по месту людей, и забрать оттуда карту, и нужно ли, ну по поводу того карту забрать оттуда карту, да, нужно ли делать отзыв ОПД? Да, это вы можете сделать, хоть буквально вот написали, и через час после оказания медицинской помощи можете написать, а можете через определенный период. Это ваше право. Вообще можно подписывать это по ОПД, это не обязанность, у нас такой обязанности нет. По поводу того, что родитель может ли выбрать медицинскую организацию, конечно может, и закон, статья 19, закон об охране здоровья граждан, на это напрямую она указывает, что мы имеем право выбрать врача и медицинскую организацию, это наше право. И у родителей нет обязанности отчитываться перед государственной поликлиникой, а куда он ходит, из каких он врачей посещает, в каком объеме, и что с ребенком. Это частная личная жизнь, семейная тайна, и медицинская тайна, она не имеет права быть разглашена. В рамках 24 статьи Конституции сбор информации о гражданине без его согласия не допускается, поэтому если вам вдруг врач поликлиники государственной позвонил, спросил, а вы нам давно не ходили, но прикреплены, можно сказать, ну мы к вам у нас, мы ходим к другому врачу, вы можете, конечно, корректно пообщаться, но к вам пока мы не живем. Вот так надо общаться, потому что они, их там погоняет их руководство и подталкивает на нарушение наших конституционных прав и других законов, вот. Ну а мы должны просто корректно им объяснить, что ребята, мы все понимаем, но вот мы ходим, не переживайте, вам спасибо. Вот это будет корректно, правильно и без агрессии, с дружбой, так скажем. Руслан, а вот если, например, комиссию собрали, а по заявлению в полицию, допустим, соседи написали заявление в полицию, то вот от такой комиссии можно отказаться и не сделали это хуже. Нет, я считаю так, что нужно от этой комиссии потребовать заранее какое-то уведомление, чтобы вы понимали, что за разбирательство, кто обратился, почему обратился, и, конечно, подготовили свое возражение на или какое-то свое обращение в виде заявления, либо жалобы, что либо просто да, заявление, я такой, или мы такие-то, такие-то. Обычно я всегда говорю, что такие заявления надо писать всей семьей, и в шапке указывать мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сестры, да, то есть что семья, это же не только мама, папа, это дядя, тети там могут быть, бабушки, дедушки, и что вся семья переживает за этого маленького ребенка, как так, почему вы встреваете в эту семью по каким-то непонятным заявлениям соседей, и вообще не была ли клевета со стороны соседа, поэтому в рамках закона, в рамках 24-й тоже статьи, только в части 2 Конституции РФ, мы можем получить копию заявления заявителя для последующего ознакомления, и по каждому абзацу можем вообще предъявить соседу, предъявить претензии как административного характера, а порой и даже морального вреда, потому что это может быть содержание и оскорбительного характера, в том числе, да, потому что если не объективно он обратился, и там состава административного или уголовного правонарушения было выявлено, то это же ваше потратили время, а это, извините, уже можно считать, что вас оскорбили, и, естественно, может быть, нанесение морального вреда, это уже, значит, вы вправо обратиться в суд за возмещением такого вреда, чтобы соседу было неповадно, во-первых, следить, следить за семьей, уже преступление уголовного характера, 137-я статья, незаконная слежка за частную личную жизнь гражданина и ее распространение, то есть, а это может быть и переквалификация как клевета, а это тоже ответственность, поэтому каждый сосед тоже должен понимать, что его вот эта вот, так скажем, сверхзабота, в кавычках, она может ему обойтись серьезно ответственностью. Вот так. Руслан, я восхищаюсь вашими знаниями. Но это не значит, что родители должны этим пользоваться и, значит, не соблюдать права ребенка, потому что у него они тоже существуют. Да, безусловно. У нас осталось 28 секунд. Я не успела еще кое-что спросить, но как вы? Ну, давайте уже в следующий раз, потому что сейчас у меня будет эфир у другого человека. Хорошо. Мне приятно было с вами встретиться. Всем спасибо. До новых встреч. Огромное спасибо, да. Благодарю за все. Всего доброго. Доброго. До свидания. Продолжение следует...